Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро, друзья мои! А вот теперь, как говорится, о Москве мы уже немножко рассказали, но теперь просуммируем то, что было сегодня ночью. Итак, началось с очередного шизанутого путинского налета в основном на Киев. Ну там и по Житомирской области, я так понял, летело. Но в основном это была Киев и Киевская область. 31 иранский шахет. И из них 29 штук сбили. Но вы же понимаете, когда сбивается дура, на которой 40 килограмм взрывчатки, то она наносит ущерб. Сразу скажу, личное впечатление это было, я не скажу вам точно время, я как бы не смотрел. Это было, ну где-то пол четвертого утра. Мы встали и, ну, как минимум один у нас просто полетел 50 метров над головой. Просто прям над головой летел. И его сбили чуть подальше. Я так понял, что это тот самый гаденыш, который попал уже сбитым в девятиэтажку в Голосеевском районе. И там наделал пожар, наделал беды. Просто пролетел, я же говорю, что называется над головой. Я его, правда, не видел, потому что темно было. Они же как шакалы, они, естественно, ночью эти все свои беспилотники шлют. Вот, но слышно его было очень сильно. У меня даже, даже мой кот прибежал. Было около четырех утра. Да, короче говоря, вот такая вот ситуация. И большую часть, почти все сбили, две штуки только там долетели. По-моему, одна в Киевской области где-то упала. В Киеве прямых попаданий не было. Но было несколько попаданий таких, которые сбитые. Сбитые эти гадины. И они, конечно, наделали ущерба. В основном, большая часть ущерба почему-то именно в Голосеевском районе. Также падало в Подольском районе. Падало в Дарницком районе. Я знаю, там частный дом сгорел от падения дрона, сбитого. И еще в некоторых районах. То есть оно нанесло ущерб. Как ни крути, значит, с этим ничего не сделаешь. Увы и ах, ночью как их сбивать? Вот так вот и сбивали. Стрелкотни было много ночью, потому что гасили. Он низко летит, он летит на высоте, я не знаю, метров 50-60 с моей точки зрения. И по нему, конечно, гасили с автоматов, с пулеметов, чего там только они гасили. Их стрельбы было много ночью. Но вот они наделали ущерб. И я хотел... Понимаете, мы, как киевляне, мы уже к этому привыкли. И мы к этому относимся, ну так. У нас это уже был за май, по-моему, 16-й налет. То есть у нас... Вчера налет, потом вчера налет, и т.д. То есть мы уже на это реагируем, знаете, вот такие... Ну, уже как-то так. Вот. А надо... Вот действительно, Кличко вчера правильно сказал за Лужному. Хотя, может, это было разыграно как по нотам. А что ж такое, что вот киевляне ходят в метро, в бомбоубежище всяческие. Да, а москвичи так хорошо и спокойно спят. Но это же не порядок. Это очень как-то... Это даже не солидарно. Это даже вот и не красиво, и не по-человечески. И вот сегодня москвичам дали понять, что будет теперь... Сегодняшнего дня будет солидарно, красиво и по-человечески. Они просто не учат... Они реально, понимаете, когда они избирают Путина, когда они начинают войну в Украине, они думают, что им на голову никогда ничего не прилетит, что у них ничего никогда не произойдет, и им за это ничего не будет, потому что они великий я и могучий я. Так вот мы вам официально сообщаем, что ваша армия дерьмо. Вы не великий я и не могучий я. Вы просто кусок война, которую мы не боимся. И по которому... Вот сегодня был первый день, когда вот эти беспилотники, вот они долетели до Киева, а потом говорят себе, что, почему мы будем лететь в Киев? Нам уже надоело по одному и тому же маршруту летать. Да сколько можно по этому Киеву летать? Развернулись и улетели назад на Москву. И долбанули по Москве утром, там, в 7 утра. Причем, знаете, что самое прикольное? Прикольное в том, что они летели там через всю Россию некоторые, но не все, некоторые из Московской области летели. А некоторые летели, как говорится, взад, через всю Россию, их никто не сбил. И летели, уже летели в световой день, то есть они летели там после 5 утра уже. Это ж... Они пол России пролетели уже, да, с 5 утра, а взрываться там начало в 7-8 утра, да. Значит, они, считай, летели минимум 2,5 часа низко. Над всеми этими полями и огородами, их было хорошо видно, их никто не сбил. Это говорит о качестве ПВО. О, это говорит не только о качестве ПВО на России, на так называемой, но это еще и говорит о качестве всего остального. Вот так же у них охраняются водопроводы, так же у них охраняется там канализация, свет, электростанции, нефтепроводы и прочее, и прочее, и прочее, которых там тысячи километров. Это так оно охраняется на Москве. А вы отъедете от Москвы там на 50 километров, это вообще ни хрена не. Вот мне постоянно, слышите, вот пили-пили-пили, постоянно приходят сообщения новые какие-то. Там вообще ничего нет. Ну как, охраняется, там приходит ментяра пьяный, да, посмотрел куда-то, да, пролетели, не перелел. Пошел, самогон еще накатил и пошел спать. Да, вот так вот оно у них там охраняется. ФСБ по всей России не размажешь, она большая. Просто, понимаете, дали им понять и правильно дали понять, что если вот такая какафония будет в Киеве, значит, москвичи будут солидарно ночевать вместе с киевлянами в точно таком же метро, в точно таких же бомбоубежищах и будут делать абсолютно все то же самое. Дети их будут бегать среди бела дня, будут бегать в бомбоубежище так же, как бегают наши дети. Вот вчера бегали наши дети, помните, на Москве было очень весело, их это так веселило, им так понравилось, как украинские дети в 11 часов утра из школы несутся в бомбоубежище на Подоле. Их это очень просто, ну, радовало. Радовало, знаете, так же, как в свое время граждан Третьего рейха. Радовало, когда вот польские дети метались там под бомбежками немецкого люфтваффа, они никак не могли себе представить, что вдруг в один прекрасный день начнут дымбить Берлин, да, и этот день обязательно настал. И особенно в Дрездене, там, да, кто учил историю, очень он сильно настал. Вот. И они себе не могли этого представить, жители Третьего рейха. Точно так же жители Четвертого рейха, фашистской России, не могли себе никак представить, что вот настанет этот день и будет вот все настолько вот уныло у них. А он настал. Причем, знаете, сейчас Кармаш достаёт намного быстрее в силу развития научно-технического прогресса и возможностей, которые есть у государства Украина. Это не возможности Польши, которую немцы бомбили там в 1939 году. Это такие же возможности, как есть у так называемой России. Вот они думают, что они великие я и могучие я, но вот терпение лопнуло, теперь вот будет вот так вот. Поэтому, что я могу сказать, готовьте бомбоубежище. Точно так же. Вот смотрите, что я вам скажу на Москве. Вот все, что есть у нас, вот все будет у вас. Еще смотрите, что как у нас, будет у вас, вам будет хорошо. Поверьте мне, поверьте мне, вам сильно понравится. Слава Украине!